Всем привет, ребята! Вы на канале Той Чай Кит. Давайте поиграем в мою кофейню рецепты и истории и закончим последнее задание с Диего. Ребята, для начала мы сыграем в беспроигрышную игру. Что же нам выпадет сегодня? Это один алмазик. Ну, тоже неплохо. А кстати, да, я подняла девятый уровень. Ура-ура, у нас появился новый персонаж. Я с ней еще не разговаривала, но обязательно сегодня поговорю. Начнем, конечно же, с Диего, так как у нас есть 27 заказов. И 29 заказ я тоже уже выполнила. Мы тоже обязательно об этом поговорим. Итак, начинаем. 27 заказов готовы. Отлично! Мы совсем близко к разгадке. Поговорите с Мэри. Она наверняка уже должна была перевести надписи на плаще. Ладно, я с ней поговорю. Мэри, вам удалось перевести надписи на плаще? Да, но, наверное, они, значит, не совсем то, чего вы ожидали. Но все должно быть правильно. Я пять раз проверила. Хорошо, говорите. Нельзя сушить под прямыми солнечными лучами. Возможно, воспламенение. Держать в местах недоступных детям до трех лет. Мелкие детали и пуговицы могут вызвать удушение. Так это же обычная надпись, как на ярлыках одежды. Да. И никакой магии. Иначе говоря, плащ не опасен для жизни. Только если вы не ребенок до трех лет. Именно. Передайте Диего хорошие новости. Ух ты, это замечательно, Диего. Мэри перевела надписи на плаще. И что же они значат? Нельзя сушить на солнце. Возможно, воспламенение. Мелкие детали могут вызвать удушение. То есть как? Это просто какая-то средневековая шутка? Никаких смертельных проклятий и небесных кар? Получается так. Я могу снять плащ. Я могу снять плащ? Я могу снять плащ? Да, можете, Диего. Стоп. Мне нужно срочно выпить кофе. Я должен проверить кое-что. Если это все шутка, то мои вкусовые рецепторы должны быть в полном порядке. Адреналина с гуараной вполне подойдет. Конечно подойдет. Только у меня нет гуараны. Совершенно и абсолютно нету гуаран. А, она у меня сейчас появится. Я выполню заказ по телефону за гуарану. Мне нужно сделать 5 макочино со льдом, 3 макочино и 8 капкейков с корицей. Ну что, моя Бористо, походи и поделай мне макочино со льдом. Итак, ребята, у меня готова адреналина с гуараной. Давайте отдадим нашему Диего адреналина. Спасибо большое. О да, я снова чувствую этот божественный вкус. Значит, вы не вампир. Тогда что с вами все это время происходило? Сам задаюсь этим вопросом. Я просто искал жуткие истории для своей книги. И неожиданно сам очутился в жуткой истории. И все же потеря вкуса, лунатизм, сверхсила. Как это объяснить? Думаю, все можно объяснить моей впечатлительностью. В какой-то момент я поверил в легенды о плаще и магии. А мой организм мне в этом подыграл. От такого стресса я чуть голову не потерял. Не то что вкус. Вы считаете, что не было никакой магии? Уверен, что это было самовнушение. Ведь во что веришь, то и случается. Так вы снимите плащ? Нет. Я этого уже не хочу. Как так? Я хотел его снять, когда думал, что он несет зло. Но теперь вижу, что это просто плащ. И очень стильный. К тому же, празднование Хэллоуина в городе еще не закончилось. Поэтому я останусь в нем. Неплохая история для вашей книги получилась. Не без вашей помощи. Спасибо вам за все. Уж в который раз я вам это говорю. Вместо слов примите лучше от меня этот чудесный подарок. Мистический камин. Спасибо вам, Диего. Не за что. А я еще побуду немного в кофейне. Хочу перед отъездом насладиться местной атмосферой, но уже в полном спокойствии. Ладно. У нас появился мистический камин. И я хочу его установить. Блин, да он смотрится просто чудесно. Поэтому я, наверное, уберу полочку с журналами. Немножко все передвину. И получится, я думаю, просто чудесно. Ну вот, как вам, ребята? По-моему, получилось забавно. Итак, Диего, мы уже выполнили 29 заказов. Молодцом. Осталось еще немного поднажать. И золотой подарок у вас в кармане. Хорошо. И это все, что ты мне хотел сказать? Ну, думаю, что историю с Диего мы с вами, ребята, закончили. Давайте соберем последний подарок. Как только я его соберу, мы с вами вернемся к просмотру видео. Итак, ребята, мы с вами открыли новый рецепт летней латте. И их нам нужно собрать целых 40 штук. Давайте узнаем, какие у нас есть еще новые рецепты. В этом нам поможет Прокофий. Прокофий. Рецепт фруктового холодного чая. Холодный чай вы готовить уже умеете. Чай и лед. Так как же теперь сделать его фруктовым? Добавить сок, например, виноградный. Конечно, а вот алмазик за сообразительность. Здорово. Тогда нам нужно сделать просто чай со льдом и с виноградным соком. Ребята, вы заметили, что у меня появилось клубничное мороженое и виноградный сок? Ура! Я открыла фруктовый холодный чай. Ну что, Прокофий, что вы мне еще можете рассказать? Прокофий, по-моему, вы выглядите потерянным. Нет, я не потерян. А мой бумажник, я его где-то оставил, и вот теперь не могу найти. Неприятно, конечно, деньги терять. Да не в деньгах дело, мне сам бумажник нужен. Могли бы вы помочь в его поисках? С удовольствием. У вас есть какие-нибудь идеи? Я мог потерять его на прогулке. Поговорите, пожалуйста, с Ватсоном. Может быть, он согласится подключиться к поискам. Ладно, поговорю. Кстати, давайте поговорим с новым персонажем. Я еще не знаю, кто это такая и как ее зовут. Ее зовут Эльза. Приветствую. Вижу, вы впервые у нас. Да, меня зовут Эльза, решила зайти. Мэри очень хвалила это кафе. Вам нравится? Очень прилично. Сейчас посмотрю меню. Ладно, посмотрите. Вы уже посмотрели? Эльза, какие десерты вы предпочитаете? О, я обожаю клубничное мороженое. Отличный выбор. Вам двойную порцию? Обойдусь и динарной. Я на диете. Но сделайте горочку побольше. Хорошо. Держи, Эльза. Отлично. Только я не ем после шести часов вечера. У вас нет часов? Ну вот и отлично. Будем считать, что шести еще нет. Держите три алмазика. Я, пожалуй, почаще буду к вам заглядывать. Спасибо. Мне очень приятно было с ней поговорить. Мои ребятки так бегают, собирают заказики, прям как пчелки трудятся. Друзья, я не знаю, где взять шафраны. Если вы знаете, пожалуйста, подскажите мне. Ну а пока мы останавливаемся на этом моменте. Шафран действительно взять просто негде. Не знаю, я попробую повыполнять заказы по телефону, но я обновила сейчас. И взяла по новому задание. И мне выпали все те же самые. Там женьшень, мускат и что-то... и колган. Ну что, давайте пока, наверное, поговорим с Ватсоном. Нам ведь нужно было с ним поговорить. Ватсон, Прокофьи потерял свой бумажник. Поможете его найти? Сейчас полиция занята более существенными делами. Поиск пропавших людей и произведение искусства. А как же вас, девиз, служить и защищать? Подглавили. Да я бы с радостью помог. Но есть одна загвоздка. Надо брать нашего патрульного пса. Ходить с ним полдня. А я его не очень люблю. И он отвечает мне взаимностью. Пробовали применять колбасу? Бесполезно. Знаете, я заметил, что этот пес гораздо лучше. Лучше относится к людям, от которых пахнет мускатом. Приготовьте, пожалуйста, американо с мускатом и сливками. Может, после него у нас получится подружиться. Ах ты какой! Да я только что потратила мускат, который у меня был. Нет у меня больше муската. Ну что ж, появилась еще одна проблема в игре. У меня нет муската. Но благо, мускат я могу купить в обычном магазине. Ну, в обычной лавке специй. Он стоит 9 алмазиков. И я думаю, что я их потрачу ради продолжения нашего сюжета. Ну что, американ с мускатом и сливками готовы. Забирайте. Отлично. Кстати, я вам рассказал, как я на самом деле попал в ряды полиции. Нет. Тогда слушайте, я заступился за девушку. Она, кажется, официанткой работала в каком-то кафе. На нее напал хулиган в парке. А я его уложил парой ударов. С детства, знаете ли, боксом увлекался. И кто же это был? Не знаю. Хулиган убежал, пока я ту официантку в чувство приводил. Потом объявилась полиция и началась вся эта канитель. Протоколы, экспертизы, допросы. Мне понравилось. Особенно заполнение протоколов. А что, девушка? Это история вашего знакомства с миссис Холмс? Нет. Я был просто заворожен совершенством полицейского документа оборота. До другого мне не было дела. Даже имени ее не узнал. Печально? Ничего. Зато тогда я понял, что мое истинное призвание защищать людей и вступил в ряды стражей порядка. Это, конечно, все очень познавательно, но мне кажется, что вы тянете время. Это еще почему? Думаю, вы побаиваетесь идти завязывать дружбу с патрульным псом. Ладно, подловили. Давайте сюда кофе, и я пошел. Побрызгаю им на себя, как одеколоном. Надеюсь, псу это понравится. Хорошо. Так. Поиски вашего бумажника в самом разгаре. Я надеюсь, что они будут успешными. Мне очень нужен этот бумажник. Ну, нужен так нужен. С кем я еще могу поговорить? О, Ватсон. Как продвигаются поиски бумажника про кофе? Прогноз оптимистичный, но для начала мне нужно хотя бы начать его искать. Понятно. Билл, что у вас нового? Я купил новую овощерезку. И как? Просто отлично. Дайте пластырь. Ха-ха. Ха. Понятно все с тобой. Заказ последний очень большой. Это 40 летних латте. 75 чаев с лимоном. 60 капкейков с корицей. 5 американо с анисом и лимоном. И 1 чай с шафраном, колганом и анисом. Всего 1 чай, но зато какой. Называется миссия невыполнима. Ну что ж, у меня есть всего лишь 2 дня, чтобы придумать, как с ним справиться. Я очень хочу получить золотой подарок. Ну что, ребята, наверное, на этом мы с вами попрощаемся. И в следующей серии мы узнаем, нашел ли наш Ватсон бумажник нашего Прокофия. Да, Прокофия. Ну а на этом у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. И всем пока-пока.